здравствуйте с вами ару тв у нас в гостях политический философ из киева михаил минаков здравствуйте михаил добрый день поэтому интересно событие происходит не только в украине но и в окружающих нас странах наиболее для меня интересно конечно ситуация в молдавии потому что страна действительно вот пару лет назад стало действительно петрины просто европейского выбора и евро чиновники все говорят что вот 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 очень хорошо идут реформы новое правительство все отлично и тут вдруг нам для нас фактически кто не следит за молдавскими событиями вдруг как снег на голову слава сваливаются кита народные протесты какие-то олигархи новые причем и вот откуда генезис этой всей ситуации в чем проблема собственно вот смотрите мы с вами встречаемся в эстонии до молдова это вот близнец брат постсоветской эстонии в том плане что это тоже парламентская республика масштабу тоже в принципе небольшое небольшое государство в общем-то с небольшим населением где кажется гораздо легче найти национальный консенсус и решать проблемы тем не менее вот молдова долгое время была самой бедной страной в то время как эстония является одной из самых богатых постсоветских стран и парламентская республика во многом сглаживала противоречия молдове удавалось жить довольно мирно после конфликта с приднестровьем именно благодаря своей парламентской системе для нас украинцев опыт парламентской республики становится все более и более важным и мы смотрим как сторону эстонии изучаем опыт так и молдовы и мы страшно завидовали 27 месяцев тому назад когда нашего президента тогда януковича оставили без подписи о сотрудничестве об ассоциации до договора об ассоциации и начала процесса снятия визового режима а молдаване тогда получали получили этот режим и ассоциацию и я помню как мне было я был как раз в тот день в вильнюсе в литве смотрел за всем происходящим мне было страшно больно и горько и завидно зависть не лучшее чувство и возможно тогда я так немножко погрешил против молодого но сегодня не завидую когда мы смотрим на то что происходит за два года про европейских реформ у них возникла новая когорта новая общественная когорта олигархов там ладо олигархи про европейские настроены выгодно до сотрудничество с европой и они паразитируют в общем-то на на про европейских проектах ну то есть они возникают в рамках действующего правительства которые про европейская они обслуживают интересы этого правительства и получают бенефиты фактически от сотрудничества совершенно верно их собственность возникает из-за того что они могут занимать важный публичный пост или контролировать целые институты как и в других постсоветских странах молдова долгое время была территорией без олигархов то там были богатые люди там были богатые влиятельные люди но ни один из них не был настолько влиятельен чтобы его можно было назвать олигарх но сейчас уже другая ситуация дело в том что как идеологема про европейская реформа про европейское движение про европейская политика она прикрывала и скрывала определенных политиков и богачей от критики поражает а на самом деле насколько вот внутри европейского союза работают вот все институты аудит совершенно двойной аудит тройной аудит чтобы такого не допускать но как можно ну действительно такие делать допуски к стране которая предрасположена коррупции которой большая культура коррупции изначально молдове нужно сказать да да но есть целый ряд новых членов стран членов ес где коррупция процветает румыния болгария обзорки и страны здесь высокий процент просто гораздо ниже чем в постсоветском пространстве вот и в молдове где коррупция также присутствует и также влиятельно как в приватном так и в публичном секторе конечно же европейцам нужно было быть более бдительным это мне очень напоминает вот ситуа немножко другая она но подход тот же то есть вот буквально под час феврале сняли санкции с александр игоревича лукашенко и прекрасной нашей страны беларуси примерно тот же подход но есть россия она абсолютная угроза зло враг и так далее тому подобное поэтому пусть там права человека так себе пусть там есть диктатура но с другой стороны лучше пусть к нам идет чем в россию и тот же тот же принцип в молдове это геополитический какой-то расчет где верховенство права права человека больше если не являются ключевыми ценностями и для евросоюза это неправильный расчет мне кажется это ошибка опять-таки молдова показывает что вы в результате теряете всю страну безусловно но в молдове пока не ясно благодарен но молдова заходит к страшному моменту сейчас есть огромное количество активного недовольного населения который уже один раз даже захватывала парламента тем не менее политического решения или ты не предлагают это то же самое в киеве до политические элиты вдруг ведут себя настолько глупо и нерасчетливо что не решает проблему загоняет в угол население усугубляют до в украине это вот может тоже привести к таким же восстанием как в кишиневе а в кишиневе необходимо принятие решений возможно как сама политика государства молдова может исчезнуть в результате вот такого отсутствия политических решений если местная республика не дает ответа населению возможно население откажется от своей республики да и вообще вот постсоветские институты которые мы создавали в начале 90-х похоже дают все больше и больше системных сбоев путинизм в россии изменил институты россии если мы посмотрим на те институциональные изменения которые провел путин вернувшись на президентский престол да это новая страна это новый институт абсолютно он провел реформу при полной поддержки думы контролируемой вообще парламента сегодня в россии нет нет судов нету федерации нету и все что есть это вот огромная одна пирамида которая все больше и больше ошибок допускает естественно смены режима этого будет у крайне болезненной крайне дорогой для российского населения но путин оказался первым реформатором авторитарным реформатором этих институтов в украине произошла демократическая революция мы попытались создать демократические институты попытка пока что неудачная но мы работаем над своими ошибками в молдове институты не менялись очень долго давно и похоже настал момент пересмотра ну словно горе им попытались придать европейский блеск но это не было более чем внешне это не был евро ремонт стены остались такими же гнилыми как и были и вот мы приходим на фоне новороссийского восстания сепаратизма нового альянса между приднестровьем абхазией донбассом восставшим а это же очень показательно то есть там действительно это гроссруц движение безусловно против всех на своих интересных таких консервативно традиционно ценности русского мира то есть я и это и против коррупции это и против власти это достаточно опасное явление знаете тут слились два фактора один фактор имперский новый имперский путинский проект но другой это гроссруц это базовое движение которое основано на ценности уже новых поколений выросших родившихся и воспитанных в непризнанных государства до для которых мир является угрозой поскольку и европа и системы международных отношений которая сложилась после падения советского союза была врагом этих населений они выбирают войну до выбирают другого выбора нету них на самом деле и вот они поддерживают развал этих стран интересно еще один такой фактор что и имперский проект и попытка россии фсб влиять на эти гроссруц движения дали обратный эффект офицеры которые принимали участие в авантюре новороссийской возвращаются в москву получают повышение но они возвращаются менее циничными чем были ранее они приносят идеологии которых набрались в этих революциях на на юге украины дело в том что часть местного населения особенно в четырнадцатом году уже в пятнадцатом году все все изменилось но в четырнадцатом году сепаратисты во многом думали что это социалистическая революция и вовлекали очень много обездоленные молодежи местные с нашей стороны очень много обездоленные молодежи шло в батальоны защищала украину да и и те и те оказались обманутыми но в этих движениях было уже видно очертания будущих политических проектов но по сути обратимся к германии именно на фронтах первой мировой возник гитлеровский рейх на фронтах чечни возникла путинская россия тут фактор войны очень важен и эти политические культуры которым на это вырастает они не не придают оптимизма но что еще чему учит вот донбасская война это что по всей видимости нынешние в нынешних границах в нынешних формах по советские государства не жизнеспособны да скорее всего так и вот вопрос по молдове как долго будет существовать это как государство до внешние игроки заинтересованы сохранение статус-кво даже при существовании приднестровья но вполне возможно что уже будет критическая масса которая заставит либо думать о присоединении к румынии либо еще каких-то конфигурациях какой-то момент внутренние процессы могут выйти из-под контроля и это они уже не контролируем поскольку политики не готовы предложить решение они хотят сохранить свою свою прибыль они хотят сохранить верность своим олигархическим группам это новые олигархические группы тут и конечно есть и российский хвост безусловно мы видим но геополитическая конкуренция больше не является решающей для молдовы местное население требует услышать их голос спасибо большое михаил спасибо спасибо спасибо